Я даже поговорить не успел. Я и не знала, что тут такая улица с такими домами. Я вроде сколько уже езжу. Ты в другой раз заедешь, иди, удаешься. Там, где 30 лет ничего не было, заезжаешь, а там дворцы встают. А дворцы растут, как грибы. Да денег же нет. А? Самые нищие, да, у нас же? Машины какие у нас в городе? Да там уже денег нет. Так у нас, извините меня за машины, как вот многие говорят, которые в Москве побывали. А говорят, в Москве такие тут повидишь, все блин, больше нигде. И в Луганске. Ну это я как в 15-м году приехал в Киев. И рассказывают местные, говорят. Мы думали там в Донбассе, там бомжи одни живут, ничего не имеют. А тут поприезжали на таких машинах, которых у нас даже никто не видел. Ну а западные наоборот думали, что тут город угольный, все живут неплохо. А как приехали, посмотрели на некоторые сараи тут. Сказали, боже, и это люди. Донбасс, которые, блин, кормят весь нас и запад. Ну, знаете, видят то, что хочет. Ну да. Нищие и бедные. Как рассказывают же, что им пообещали. Тут земли и... Ну вообще-то, если честно, просто люди нищие. Ну да. Ну вот я пару лет назад вез медсестру из больницы. В Юргунке где-то там большой. Привезли, говорят, пленного раненого. И положили же его в палату вместе с нашими. Ну, думали, что убьют его там сначала. Ну, никто не трогал. И он такой же более-менее освоился. То ли предложили ему, то ли он попросил сам позвонить домой. И кто же звонит. А телефон это у нас и громкую связь включать не надо. Слышно хорошо. Мама, я в плену. Все же на украинской моемся. Я в плену. Не переживай. Все нормально. Меня никто не обижает. За мной ухаживают. Вот мне сначала тишина, тишина. А потом мама такая. Так что, ты холодильник не привезешь? Слабый всегда усвечен. Ну, что ты дура, блин. Да радуйся, что дитё живое, блин, поёт. Так они сюда грабить ехали. Да, да. Они же грабили. Они же вывозили всё. Такие грабили. Ну, если рассказывать, что выносили, то и из домой. Ну, мало того, что всю эту бытовую технику. Позабирали детские игрушки. Это детские игрушки.